Хорошо, поехали. Значит, я рад вас приветствовать. У нас с вами очередной традиционный онлайн-вебинар. Мы с вами каждый месяц встречаемся в этой вебинарной комнате для того, чтобы подвести итоги предыдущего месяца. В этот раз мы с вами будем подводить итоги мая. И, как обычно, из двух частей будет стоять наше с вами сегодняшнее общение. В первой части мы поговорим о том, что у нас было в этом месяце, то есть, что в компании происходило, какие у нас новости и о том, что нас дальше ждет. И во второй части мы с вами обязательно поздравим чемпионов мая. Это ребята, которые активно работали с партнерской программой, с клиентами. Те ребята, которые сделали самые-самые большие результаты в прошлом месяце. Значит, и давайте мы с вами начнем. Значит, какие у нас были значимые события в мае. Первое. Начнем с того, что в мае, это было 15 мая, у нас вышел релиз новой карьерной лестницы. То есть, мы обновили карьерную лестницу в компании. Значит, и вообще все наши изменения, начнем с того, что все наши изменения, которые мы сейчас делаем, они являются инструментами для достижения нашей цели номер один, которую мы перед собой в этом году поставили. Это увеличение нашего партнерского сообщества. Мы хотим, чтобы в этом году к нам присоединилось 10 тысяч новых партнеров, новых. И вот сейчас все абсолютно решения, которые и действия, которые мы делаем, они направлены на то, чтобы способствовать достижению этой цели. И в том числе обновление карьерной лестницы. Это сделано для того, чтобы партнерам было легче, проще закрывать статусы. Значит, какие-то на карьерной лестнице, она у нас немножко сократилась. То есть, у нас было очень много статусов. Вот. И стало их чуть меньше. Значит, и эти статусы, их, ну, скажем так, проще закрывать, можно быстрее закрывать. Значит, и они сейчас соответствуют, вот эта обновленная карьерная лестница, она сейчас соответствует, ну, как бы, тем реалиям, в которых мы сейчас живем. Мы с вами работаем уже, в этом году мы будем отмечать 8 лет компании. И, как вот у нас была карьерная лестница, все эти 8 лет она не менялась, кардинально не менялась. И вот сейчас у нас такое, ну, скажем, не кардинальное, но небольшое обновление карьерной лестницы. Мы на этом не будем сейчас подробно останавливаться, потому что есть у нас вебинары на канале, можете, на канале компании, вы можете посмотреть вебинар от Александра Лукьянова. Он раскладывал всю карьерную лестницу. Так, идем дальше. Значит, что у нас еще было? Значит, буквально 2 дня назад у нас вступили в силу новые, то есть обновления в условиях ББС. Это в работе счетчиков. Как запускается счетчик. То есть обновление условий в работе счетчика, не самого ББС. Как был, так и остается бонус быстрого старта. Единственное, что произошло. Сразу же скажу, что это изменение, оно касается только новых партнеров, которые зарегистрировались с 1 июня. Те, кто зарегистрировались до 1 июня, их эти изменения не касаются. Для них все как было, так и остается. Значит, все партнеры, которые зарегистрировались с 1 июня, и так будет дальше, у них счетчик бонуса быстрого старта запускается ровно через месяц после дня регистрации. То есть, ну, понятно, что 2 случая запуска. Это либо через 30 дней, либо через месяц запускается счетчик, либо после регистрации нового партнера, если не прошло еще 30 дней. Но по истечению 30 дней, по истечению ровного месяца со дня регистрации запустится бонус быстрого старта, счетчик. Значит, то есть те люди, которые регистрируются, например, зарегистрировались 1 июня, у них бонус быстрого старта, счетчик запустится 1 июля спустя месяц. Для чего это было тоже сделано? Для того, чтобы, скажем так, создать определенный дедлайн человеку для того, чтобы он активнее разбирался в партнерской программе и месяца достаточно слегка для того, чтобы разобраться во всем продукте, в партнерской программе месяца достаточно, если у человека есть желание ходить на обучение, разбираться и так далее. И после этого уже он может начинать выполнять бонус быстрого старта. Значит, это условие еще раз работает с 1 июня. Те, кто до 1 июня регистрировались, они работают по старым условиям, так как было. Так, идем дальше. Следующий. Что у нас еще было в мае? Важно. Значит, в мае, 21-22 мая в Казани у нас была, мы провели стратегическую сессию с департаментом по продукту. И ее задачей было создание нового видения, значит, новой стратегии нашего флагманского продукта UDS, создание пятой генерации. Следующий. Вы знаете то, что мы каждые два года выпускаем новую генерацию. И вот последняя генерация 4.0 у нас вышла в 2021 году, в феврале. И в следующем году, в 2023 году, в феврале, в Крокусе, мы тоже будем делать итоги года, тоже в Крокусе. Значит, и уже у нас есть даты, это будут первые выходные в феврале. Значит, и там мы будем представлять, что прошло два года, с 2021 по 2023. Значит, мы будем представлять следующую генерацию нашего продукта, версия 5.0, то есть, пятое поколение продукта. И вот стратегическая сессия в Казани, она была таким первым поводом собраться для того, чтобы подумать об этом. Значит, не было задачи выйти с двухдневного мозгового штурма с пониманием, какой будет следующие два года, в каком направлении будем работать. То есть, это была задача просто начать, значит, вот эти размышления, потому что у нас еще достаточно времени, у нас больше, чем полгода, для того, чтобы вот это видение, вот это и вот эту идею сформировать. Значит, и у нас было вообще, в первую очередь хочу выразить благодарность всем участникам департамента продукта, которые туда приехали на эту процессию, мы очень хорошо поработали. И было очень много идей, и одна из идей, с которой сейчас наша команда начинает работать, команда разработчиков, причем под эту идею в компании выделена отдельная команда разработчиков. Одна из идей, которая вот сейчас, над которой мы будем активно работать, это реклама, рекламные возможности нашего продукта. Мы с вами вообще уже много об этом, давно уже говорим о том, что еще года, наверное, два-три назад мы говорили о том, что наступит временно, что у нас будет на платформе очень много пользователей, значит, конечных пользователей, которые скачивают мобильное приложение, и рано или поздно мы с вами перейдем в то, что мы будем продавать уже не сам софт, а мы будем продавать рекламные возможности нашего продукта. Значит, и вот сейчас, по сути, время оно и такое наступает, потому что у нас на платформе огромное количество пользователей, скачиваний, то есть у нас уже 24 миллиона с лишним скачиваний нашего приложения. Активность пользовательской базы постоянно растет, то есть люди все активнее и активнее пользуются нашим продуктом. И у нас уже есть успешная история создания различных рекламных возможностей для наших клиентов. То есть у нас есть просто впечатляющие цифры того, как наши клиенты запускали рекламу внутри нашего приложения и какие они получали результаты. И, значит, у нас уже есть люди, которые активно эту рекламу продают. У нас уже есть в компании много кейсов, когда мы получали рекламные деньги от наших клиентов и распределяли их в партнерскую программу. И вот сейчас мы приняли решение, что нам нужно над этим активно работать. И, как я уже сказал, в компании выделена отдельная команда разработчиков, которая будет заниматься только этим. Целенаправленно. Значит, это люди, которые будут, во-первых, создавать больше рекламных возможностей, то есть это больше рекламных площадей, это сделать так, чтобы в мобильном приложении. Это сделать так, чтобы эта реклама была не надоемой, не навязчивой, она была нативной. И, с одной стороны, с другой стороны, создать предпринимателю, клиенту, который эту рекламу берет, создать ему полноценный рекламный кабинет, где бы он через статистику, через аналитику мог бы видеть эффективность этой рекламы. И, понятное дело, что эта реклама, она стоит денег, и у нас есть огромные тысячи клиентов, которые хотят эти деньги платить для того, чтобы продвигаться. Потому что, еще раз скажу, вот те наши опыты и те наши действия уже с рекламой, они дают просто потрясающие результаты. То есть есть клиенты, которые получают просто вау-эффект, то есть вау-результат по поводу после использования рекламы. И, значит, мы должны с вами понимать, что это те деньги, которые компания может дополнительно зарабатывать, партнерское сообщество может дополнительно зарабатывать. Если, например, средний чек нашего клиента все это время, пока мы продаем просто софт, он там в среднем, это 30 долларов, стремится к 30 долларам в месяц, значит, то через эту рекламу это дополнительный апсейл, это повышение среднего чека. Ну и понятно, что это дополнительные выплаты в партнерскую сеть. И более того, мы пошли дальше. У нас сейчас в бэк-офисе, вы можете зайти, вот вы можете прямо сейчас зайти в бэк-офис, в раздел документы, и там есть презентация. Она называется «Реклама в приложении UDS». Значит, там по алфавиту, дойдите до R, реклама в приложении UDS. Есть небольшая презентация, с которой можно ознакомиться, и вы уже можете сейчас начинать разговаривать со своими клиентами. И там есть контакты, куда можно написать в компанию для того, чтобы заказать своему клиенту рекламу. И для того, чтобы просто посмотреть, попробовать. Сейчас пока только две возможности, скажем так, рекламной площади, это либо рекламный баннер, либо это сторис в нашем приложении, но эти возможности, они будут постепенно наращиваться. И как мы говорили с вами, что наше будущее – это то, что мы будем уже не на софте зарабатывать деньги, то сейчас заработок – это продажа и обслуживание софта. Вот, то в ближайшем будущем, и я думаю, что пятая генерация продукта, она будет этому посвящена, ближайшее наше с вами будущее – это зарабатывание денег на продвижение. Нормальная история абсолютно для всех платформ. Рано или поздно платформа начинает набирать огромное количество пользователей, и рано или поздно это логически, потому что нужно всю эту историю монетизировать. И мы с вами как сообщество, как партнеры будем участвовать в распределении этих финансовых потоков. Значит, вот это то, над чем мы… то, что мы обсуждали в Казани на страцессии, то есть те решения, которые сейчас уже начинают работать. То есть это говорит о том, что начиная с этого дня ежемесячно все больше и больше будет денег приходить рекламы, и все больше и больше будет выплат от рекламы в партнерскую сеть. Затем, что еще сейчас в компании происходит? Как я уже говорил на прошлом эфире, сейчас активно у нас идет работа над новым продуктом. Значит, в недрах компании мы сейчас занимаемся разработкой нового продукта. Это продукт инвестиционный, то есть он связан с инвестициями. Это продукт, который будет интересен абсолютно любому человеку. Значит, и неважно, вы можете выйти на улицу и спросить, по сути, кому сегодня нужны… Кто хотел бы сегодня зарабатывать деньги, да? И этот продукт сейчас он уже, в принципе, он готов. Он сейчас уже, скажем так, в лайф-версии. Мы его смотрим, пробуем, тестируем. Мы сейчас делаем соотношение риск-доходность. Вот. И, ну, по сути, сам этот продукт сейчас уже, как бы, готов. И единственное, сейчас проходит тестирование этого продукта. И мы этот продукт будем готовы показать вам на день рождения компании, 7 августа. Значит, мы там об этом расскажем. Ну, немножко позже я об этом тоже скажу. Затем, что у нас будет и куда мы сейчас с вами должны сфокусироваться – это онлайн-интенсив, который у нас будет 18-19 июня. Это большой-большой онлайн-форум, на который нужно пригласить как можно больше потенциальных клиентов, потенциальных партнеров 18-19 июня. Это то, куда сейчас нужно сфокусировать все свое внимание. Весь свой фокус – это на онлайн-интенсиве. Делать так, чтобы от вас, по вашей ссылке, было как можно больше приглашенных гостей, потенциальных клиентов, потенциальных партнеров. Мы там будем говорить и о продукте, и очень много будем говорить о партнерской программе, о возможностях зарабатывания вместе с компанией. И, то есть, этот онлайн-интенсив, он сейчас, над ним очень большая ведется работа, он продумается департаментом масштабирования. И это будет, то есть, мы уже провели один в апреле, и это будет намного лучше, намного мощнее, намного эффективнее этот онлайн-интенсив. И, пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью. То есть, сделайте так, чтобы от вас было как можно больше гостей. То есть, вам нужно о компании рассказывать потенциальным клиентам, потенциальным партнерам, вы это делаете самостоятельно. Вот дайте возможность профессиональным спикерам, лидерскому составу, департаменту масштабирования, вашим потенциальным клиентам, партнерам рассказать об этом бизнесе. Вот, поэтому 18-19 июня – это вот куда сейчас нужно сфокусировать все свое внимание. Где фокус, там и энергия. И на определенном этапе, то есть, каждый раз мы на чем-то фокусируемся, для того, чтобы у нас был результат. То есть, у нас есть какое-то мероприятие, мы на нем фокусируемся. Как только мероприятие закончилось, мы с вами сразу наводим фокус на какое-то другое мероприятие, на которое мы работаем. И вот сейчас весь ваш фокус должен быть на это событие. Все встречи, все разговоры, все переговоры должны завершать тем, что человек должен быть там, на 18-19. Даже если это новый партнер, к которому включился, значит, обязательно он там должен быть и уже со своими гостями. Поэтому весь фокус на онлайн-психе 18-19 июня. Это прям очень сильный, очень мощнейший инструмент, который вам поможет вырасти в этом бизнесе. Идем дальше. Следующая новость, значит, это уже, это уже как бы точно, значит, с датой мы определились. У нас будет день рождения компании в этом году. В этом году мы с вами будем отмечать 8 лет, значит, и 7 августа мы с вами соберемся в Vegas City Hall. То есть это маленький зал, Крокус City Hall. Итоги года мы проводим в Крокус City на большом зале, на 6 тысяч зал, который день рождения мы решили провести в таком маленьком зале. Значит, в Vegas City Hall. Значит, это зал где-то порядка 1400 всего лишь человек, будет всего лишь 1400 билетов на это мероприятие. Значит, и что будет на дне рождения компании. 7 августа, один день от воскресенья. Значит, во-первых, в первой половине дня у нас будет официальная часть, где компания будет, по сути, отчитываться за, значит, ну вот с момента Крокуса за эти полгода, что мы сделали. То есть у нас будет отчет по работе, что мы сделали. И будут выступать все наши топы, топ-менеджеры компании. Значит, директор по развитию, директор по маркетингу, директор по продукту, также будет технический директор. Я буду выступать. И, значит, первая половина будет у нас официально. Она будет посвящена продуктовой истории. И также мы будем говорить о том, что мы будем делать с продуктами UDS дальше, какие планы, задачи, значит, стратегии развития продукта. И что еще важно, на дне рождения, 7 августа, мы будем презентовать новый продукт, то есть о котором я уже говорил, над которым сейчас ведутся работы. Да, как вы там в чате правильно писали, то, что вначале это будет закрыто для нас с вами, и потом уже мы будем принимать решение. То есть будем мы открываться во внешний рынок или нет. Значит, ну это говорит о том, что, что я имею в виду. Ну, я имею в виду, что каждый партнер компании, у кого есть аккаунт, то есть партнер компании Global Intellect Service, он будет автоматически получать доступ. То есть получается, чтобы получить доступ к этому продукту, инвестиционному, нужно вначале стать партнером компании. Я это имею в виду. И потом у тебя появляется возможность доступа в личном кабинете ко всем этим возможностям. То есть получается, что вначале это продукт, который может стимулировать партнерскую программу. И когда мы с вами разговариваем с потенциальными партнерами, мы об этом тоже можем говорить. То есть ты становишься партнером, у тебя уже в личном кабинете открываются новые возможности. Не только то, что есть сейчас, но и новые возможности. Что еще нас с вами ждет 7 августа? Как я уже говорил, в первой части мы с вами будем, это будет официальная часть у компании, о продуктах. И во второй части мы решили сделать очень большую вечеринку, потому что мы обычно с вами делали вечеринки на день рождения компании и уже как бы соскучились по этому формату. Поэтому мы решили хорошо, скажем так, отметить запуск новых продуктов. И во второй части 7 августа мы решили полностью снять ночной клуб. Это клуб Джипси. Мы тоже долгое время там проводили различные вечеринки. И вот вернуться к этому формату и сделать такую вечеринку. Причем тематика вечеринка – это где мой 2007 год? Ну, я не знаю, 2007 год. Посмотрите, посчитайте, сколько вам тогда было лет. Значит, и вот вся вот эта музыка, все вот эти дискотеки вот в то время мы хотим как раз в то время перенести. Если это тогда еще не было айфона, потому что в 2007 году только, значит, Стив Джобс сделал, только-только в первый раз сделал презентацию айфона. Вот. И тогда это мы ходили с другими телефонами, это были раскладушки различные и так далее. Вот мне было 2007 год, мне было 21 год. И я очень, я прекрасно помню это время, это прекрасное время. И вот наша задача с вами во второй части, неофициально это перенестись в те времена. И, значит, у нас тоже будет хедлайнер. То есть это, ну, мы закрываем полностью ночной клуб. То есть это будет только наш клуб, то есть у нас там будет вечеринка. Вся вечеринка будет под это подстроена, и музыка, и, значит, я думаю, что мы там что-то придумаем с дресс-кодом. Вот. И те, кто придут с какой-нибудь раскладушкой с телефоном, я думаю, они тоже там пройдут, что-то получат, какой-то подарок. Вот. И у нас будет хедлайнер. То есть это тоже будет хедлайнер, звезда из тех времен. То есть для того, чтобы, как бы, еще раз создать вот этот вот колорит этой тусовки. Поэтому весь 7 августа, весь день у нас с вами будет насыщенный. В первой части мы с вами узнаем, в первой части дня официальная часть, мы с вами узнаем о продукте, запуск его сделаем, и во второй части отметим это все дело. Так, значит, и, так, что еще? И, да, и нам нужно отметить ребят, которые активно поработали этот месяц, отметить чемпионов мая. Так, да, тут пошли в чате уже варианты того, кто будет у нас хедлайнером. У нас уже есть на примете, то есть мы уже там готовим договор с одним хедлайнером. Пока об этом говорить не будем. Я не знаю, сейчас мы выпустим обязательно ролик какой-то пригласительный, и, возможно, там этот хедлайнер будет. А может быть, это будет сюрпризом для всех вас, вы приедете в Джипси, и даже до выхода на сцену этого хедлайнера вы не будете знать, кто это. В общем, может быть, сюрпризом. Посмотрим. Так, идем, начнем со статусов. Значит, еще раз напомню, что у нас 15 мая запустилась новая карьерная лестница, и у нас есть новые статусы. И я хотел бы отметить ребят, которые уже сделали статусы по новой карьерной лестнице. И с 15 мая, небольшой промежуток времени, но тем не менее у нас закрылось очень много менеджеров. Давайте поздравим менеджеров. Владислав и Мария Казаковы, Егор Фанинштиль, Омск, Татьяна Велисова, Ижевск, Владислав и Мария Казаковы, Тюмень, Жанна Елизарова, Москва, Лифат Нагаев, Стелитомак, Игорь Шумский, Тюмень, Артем Хоменко, Иркутск, Наталья Брылева, город Москва, Ольга Федорова, Мисайлова, Станислав Дудко, Москва, Хуршет Кирилюк, Брянск, Людмила Преображенская, город Тверь, Тамара Уфельман, Помск, Александр Романов, город Москва, Станислав Торцев, город Серпухов, Владимир Стрельцов, город Хабаровск, Наталья Сергея Решетникова, Севастополь, Дарья Дмитриева, Южно-Сахалинск и Виктория Нерадюк, город Москва. Это мы поздравляем с вами менеджеров, это первая ступенька в нашей карьерной лестнице. Следующие итоги, у нас будут итоги июня, мы будем подводить, мы тоже будем поздравлять ребят, которые закрыли статус, новый статус и по новой карьерной лестнице. Так, идем дальше. Также мы по традиции отмечаем тех ребят, которые активно работали с партнерской программой, с клиентами. То есть это рейтинг по количеству новых партнеров и новых клиентов в первую линию. Начнем с клиентов. Отметим партнеров, которые в мае зарегистрировали на партформу три новых клиента. Артен Кунгурцев, Ленин Кузнецкий, Алена Мохерева, я надеюсь правильно звал фамилию ударения, Иркутск, Екатерина Шинкарева-Кемерова, Армен Байталов-Ташкент, Татьяна Наслейдова-Прага, Сузун Макужугет-Абакан, Олег Засухин-Город-Тверь, Виталия Инодорцева-Перьмь, Евгения Машкова-Кемерова, Павел Рыбанович-Краснодар, Аюна Баханова-Город-Улан-Удэ и Павел Плотников-Город-Тюмень. Идем дальше. Четыре клиента в мае в первую линию. Ирлан Турабеков и Крылгаш-Атем Шинкент, Константин Федотов-Улан-Удэ, Максим Моисеев-Город-Москва и Татьяна Фурсова-Город-Самара. И абсолютный чемпион у нас в мае по клиентам. Шесть клиентов в мае. Рафаил Хафизов-Город-Болчаров. По-моему, это первый опыт Рафаэля выйти в топ по клиентам. Идем дальше. Так, и теперь по партнерам. Начнем с три партнера в первую линию в мае. Станислав Торцев, город Серпухов. Тамара Уфельман, город Омск. Аюн Иждорш, город Бонмонголия. Ирина Киселева, Хабаровск. Владимир Стрельцов, Хабаровск. Дарья Дмитриева, город Южно-Сахалинск. Евгений Миято, Южно-Сахалинск. Егор Фанинштиль, город Омск. Станислав Дудко, город Москва. Валентина Тюгаева, город Кемерово. И Лариса Антонова, город Москва. И идем дальше. Четыре партнера в мае. Первую линию. Жанна Елизарова, город Москва. И Михаил Белых, город Тюмень. И у нас два абсолютных чемпиона в мае. Пять партнеров в первую линию за месяц. Хуршет Кирилюк, город Брянск. И Юлия Шаламова, город Сургут. Пять партнеров в мае. Первую линию. Так, и в финале мы гонка городов. Значит, начнем с... В этом спринте гонка городов, топ-10 среди городов. Начнем вначале по клиентам. Десятое место Самара, девятое Новосибирск, восьмое Киров, седьмое Бишкек, шестое Омск, пятое Пермь, четвертое место Иркутск, третье место город Тюмень, второе Санкт-Петербург и первое место город Москва. Это что касаемо клиентов. И топ-рейтинг городов по партнерской программе. Десятое место Иркутск, девятое Краснодар, восьмое Калининград, седьмое Сургут, шестое место Санкт-Петербург, пятое Пермь, четвертое место Омск, на третьем месте Тюмень, на втором месте Южно-Сахалинск, неожиданно. И на первом месте город Москва. Это что касаемо гонки городов по партнерам. Так, это наши чемпионы, мы их тоже отметили. Так, ну и в принципе у меня на этом все. Да, и еще раз в сухом остатке скажу, что первое, на что мы сейчас фокусируемся, это 18-19 июня. Нужно активно поработать, сделать так, чтобы у вас было много потенциальных, в общем, было много гостей на этом мероприятии. И мы с вами готовимся к дню рождения, 7 августа. Кстати, значит, у нас откроется уже, можно будет приобрести билет 7 июня, то есть получается 7, ровно за два месяца до дня рождения. У нас, следите сейчас в телеграм-канале, будет информация об этом. И 7 июня у нас уже можно будет взять себе билет на это событие. Постарайтесь, чтобы на день рождения компании было как можно больше гостей потенциальных, потому что, скорее всего, скорее всего, я почему-то в этом уверен, что потенциальные партнеры, которые приедут на ваши мероприятия, после того, как они прослушают о нашем продукте, о UDS, о наших новых продуктах, они точно примут решение быть партнером. Еще раз скажу, еще раз добавлю, что выход новых продуктов, они очень сильно простимулируют рост сети. То есть мы не будем вовне продавать продукты, то есть просто продавать не партнерам, то есть это только партнеры. То есть если человек хочет получить доступ к этому продукту, он должен получить это в бэк-офисе, то есть стать партнером компании. Поэтому это очень сильно должно нас с вами ускорить. И как я уже говорил, что мы держим в голове эту цель 10 тысяч партнеров, 10 тысяч новых партнеров в этом году, и мы над этим работаем. И у нас абсолютно нет иллюзии того, что мы сейчас по планам, по срокам, возможно, не выполняем. Это не имеет абсолютно значения, мы можем за месяц этот результат сделать, за один только месяц. Поэтому мы думаем об этом, смотрим, и точно есть ощущение, что мы с вами обязательно эту планку с вами возьмем в этом году. Поэтому после дня рождения, вторая половина года, второй спринт, он обещает быть очень жарким. Вот. И это и на рынке СНГ, и на других рынках мы с вами поработаем. Я думаю, что там очень много инструментов для нас откроется, поэтому вторая половина года будет просто огненная. Я думаю, что вы тоже это чувствуете. Но мы, видя продукт, видя каждый день с ним работы и взаимодействия, взаимодействуя, мы это видим. И уже хочется прям чешутся руки, показать, вам рассказать и показать, как это круто. То есть вчера я ребятам в чат писал, что, ребята, это просто произведение искусства. То есть смотрю, как он работает, что он показывает, что он выдает. И я говорю, что это просто произведение искусства, на которое просто хочется постоянно смотреть и за ним наблюдать. Вот. Поэтому, в общем, все будет классно, все будет круто. На этом все. Я желаю вам продуктивного месяца. Благодарю за внимание и до встречи, когда мы с вами 18-19 июня на онлайн-тесиве. Все. Всем пока. Продолжение следует.